Памятник Есенину открыли на Кремлевской набережной в 1975 году. Бронзовый поэт у многих приезжих вызывает недоумение. Как рассказывает краевед Игорь Канаев, у скульптора была задумка показать поэта, который словно вырастает из родной земли, не может жить без нее. Сам памятник за 40 с лишним лет не изменился, а вот постамент пора приводить в порядок. Немножко страдает от скейтбордистов, потому что для них это такое место, где они могут себя показать. Замечательный постамент из этого помирского камня, который, к сожалению, уже ободран и требует реставрации. Эта скульптура лоси, она посвящена семейному счастью. Малые архитектурные формы стали появляться в Рязани в 50-х годах. Ольга детство провела на улице Семашка, ходила в ясли, которая находится в том же дворе. Теперь с болью смотрит на знакомую скульптуру, когда выходит гулять с собакой. Все время ходили, тут гуляли, еще маленькие были. Тут у нас кустики росли и вот все время около этих оленей гуляли. Раньше же не было детских площадок, поэтому мы здесь все время находились. Вот очень хорошо было. У лосей сначала сломали рога, потом головы. Установить скульптуру, наверное, можно, но пока заняться этим вопросом никто не спешит. В плачевном состоянии находится Скорбящинский мемориальный комплекс. Его установили в 80-е годы. Автор Борис Горбунов показал весь ход войны от 22 июня 41-го до Дня Победы. Со временем барельеф начал стареть. Некоторые фигуры отреставрированы так, что не узнать лиц. А теперь и вовсе некоторые начали осыпаться, ремонтировать их никто не спешит. Планировал, что это будет бронза. Сейчас можно это, учитывая, что мы экономически не очень сейчас хорошо живем, можно сейчас ограничиться. Другим материалом найти тот же самый чугун, композит и большими блоками восстанавливать уже в хорошем материале, чтобы через год юбилей Победы, а осталось чуть больше года, мы встретили достойно. Скорбящинский комплекс является главным местом, связанным с Днем Победы в Рязани. Здесь похоронены погибшие в боях, участники Великой Отечественной, умершие от ран, плакатники Ленинграда. Остается надеяться, что к маю мемориал приведут в порядок.